Ну и что, как вы думаете, реальные цифры, 70% плюс явка, 75% плюс основной кандидат наберет на этих выборах? Ну, нарисовать-то они ему могут. Надо понимать, что в последние годы в избирательное законодательство было внесено много изменений, которые практически полностью обнулили возможности для любого игрока со стороны оппозиционеров каким-то образом повлиять на результат. Ограничены возможности наблюдения, введено это трехдневное голосование. Сегодня, кстати, было объявлено, что эти выборы пройдут в три дня. Сами понимаете, что три дня, три ночи – это безграничные возможности для фальсификаторов. Плюс общие репрессии в отношении оппозиции, когда тот, кто не в тюрьме, тот за границей. Полный контроль над системой выдвижения кандидатов. То есть очевидно, что не будет зарегистрирован ни один по-настоящему серьезный оппозиционер. Но вот в этой ситуации, конечно же, они нарисуют столько, сколько им будет нужно. Вопрос ведь не в этом, а в том, что результат мало нарисовать. Нужно, чтобы результату поверили. Ведь если результату не поверят, то грош цена этим выборам. Путин выйдет из этих выборов с ослабленной легитимностью, а не с легитимностью усилившейся. То есть тогда ради чего, собственно говоря, огород городить. Ведь выборы-то нужны именно для того, чтобы укрепить легитимность, пошатнувшуюся в результате войны легитимность вождя. А если рисовать эти бесконечно далекие от реальных цифр результаты, о которых вы сказали, ну это приведет к ослаблению легитимности. Надо понимать, что реальный рейтинг Путина сейчас не превышает 35%. Электоральный рейтинг реально. То есть не более трети российских избирателей, в принципе, готовы за него проголосовать. Кстати, и те, кто готовы за него проголосовать. Вот, кстати, очень важно, что Кремль поднимает проблему явки. Значит, они отсидятся не потому, что, захотят отсидеться не потому, что, как Кремль сказал, они уверены в конечной победе нашего кандидата, дескать, чего напрягаться, да, можно и не приходить. Нет, это раньше формула работала. Сейчас они проигнорируют выборы, скорее потому, что, попытаются проигнорировать выборы, просто потому, что этот кандидат их тоже не сильно воодушевляет. То есть они за Путина уже без особого энтузиазма. То есть того энтузиазма, с которым за Путина голосовали его сторонники раньше, сейчас, конечно же, нет. Нет победы на фронте, успехи в экономике, они исключительно на бумаге, уровень жизни снижается, люди же это видят. Поэтому в этой ситуации даже эти 35% это такая не очень мотивированная, дезориентированная, растерянная публика, которая за Путина не потому, что верит в Путина, верит в светлое будущее с Путиным, нет. А просто потому, что ей, ну, вот она не видит альтернатив. Да, если не Путин, то кто? Ну, то есть позитивная мотивация, которая когда-то звала людей голосовать за Путина, тащила их на участки, вот эта вера в светлое будущее, так сказать, она уступила место негативной мотивации. То есть люди сейчас будущего не столько ждут и не столько надеются на него, не столько верят в него, сколько боятся. Вот, и в такой ситуации эти люди на участки просто действительно не придут. То есть если не взять явку под жесткий административный контроль, явка будет чрезвычайно низкой. Сторонники оппозиции не придут, потому что нет сильных оппозиционных кандидатов, ну, реальных оппозиционных кандидатов в бюллетене. То есть если и будут какие-то оппозиционеры, то будут они очевидно такими подставными. Вот, ну, а сторонники Путина не придут, вот опять же, по той причине, о которой я сказал, им это тоже не очень все нравится, да. И, соответственно, вот явка будет, реальная явка будет крайне низкий процент, Путина будет крайне низким, ну, не крайне низким, но треть будет, вот. Но точно даже половины не будет, тем более уж никаких там 75 не будет. 75 плюс, там еще более амбициозные цели, да-да-да. Да, ну, понятно, почему они такие цифры берут. Они каждый раз стараются превысить чуть-чуть результат предыдущих выборов. В 2018 году, если не ошибаюсь, Путин набрал что-то около 76 процентов. Соответственно, им надо вот не 75 плюс, а 76 плюс сделать, вот, чтобы никто не сказал, о, дескать, Путин теряет популярность, не смогли даже как в прошлый раз нарисовать. Вот, поэтому они сами себя в ловушку поймали в своих высоких результатах. То есть им, чтобы такого никто не сказал, придется рисовать, значит, 76, 77. И в итоге это будет, ну, совсем уж завиральная цифра. Ну, просто каждый из граждан, примерно зная настроение там своих близких, ну, он поймет, что это все абсолютный фейк, не имеющий отношения к реальности. Закончится это, повторюсь, в общем, таким ощущением, что, ну, выборы полностью сфальсифицированы, и Путин просто нелегитимный президент. Ну, как говорится, три дня и три ночи подделывали бланки его величества. А, Аббас, еще вот такой вопрос есть. Может, ровно из-за этого, именно из-за такой непопулярности, именно из-за такой незаинтересованности людей в выборном процессе, до сих пор так официально и не назначили Путина кандидатом? До сих пор так и не было нигде никакого объявления о выдвижении Владимира Путина в президенты? Даже вот на этом закрытом, казалось бы, мероприятии, на котором присутствуют, ну, управленцы, чиновники, представители региональных центров избиркомов, вице-губернаторы, ну, они, понятно, знают, о ком идет речь, все равно фамилия Путин не произносилась. Как вы думаете, почему? Знаете, я не исключаю, что там, на самом деле, вопрос еще открытый и интрига какая-то разворачивается. Я исхожу из того, что где-то два месяца назад кириенковские сотрудники организовали утечку информации о том, что выдвижение состоится 4 ноября. 4 ноября на выставке, посвященной достижениям, так сказать, футовской эпохи. Выставка России на ВДНХ, та самая, да-да-да. Да-да-да, и вот Кириенко руками своих подчиненных анонсировал это выдвижение, и 4-го числа оно не случилось. Ну, то есть, понимаете, когда Кириенко дает отмашку, так сказать, давайте сливайте нашим 4-го, но это очевидно, что он не будет этого делать, не проговорив это предварительно с Путиным, потому что, ну, реально рискуешь нарваться на вопрос со стороны Путина, а что ты там, Сергей Владимирович, придумал? А ты меня не хочешь в курс дела вести что-то там, да, насчет моих выборов, так сказать, сочиняешь? То есть, такие вещи не делаются без предварительного согласия. То есть, согласие Кириенко получил, дал утечку в паблик, а потом оно не случилось. Знаете, все-таки Патрушев и Сечин, то есть, группировка, так сказать, ястребов, она, похоже, ну, всерьез работает на отмену выборов, на переход к, ну, введению в стране военного положения, такую, знаете, милитаризацию, такую, Великую Отечественную войну, в общем, да, нечего тут в демократию играть, враг и ворот. Вот, и судя по тому, что Путин отложил анонсированное Кириенко, анонсированное Кириенко выдвижение, я бы не исключал, что окончательное решение, все-таки нужны выборы или не нужны, еще не принято. То есть, возможно, Путин для себя как-то так решил, что, значит, если будут какие-то военные успехи, ну, то есть, будет с чем пойти к избирателю до декабря, ну, тогда выдвинемся. А если ситуация, наоборот, покажет, что перспективы военные не очень хорошие, тогда и нечего рисковать. Дело в том, что вот, вот, если в ходе кампании произойдут какие-то неприятные для российской армии вещи, а они периодически у нас за эти полтора года происходили, Херсон, Харьков, Крымский мост, рейды... Ну, отходы с-под Киева, да, мы можем начать прямо с первого. Да, да. Рейды РДК и Русского легиона в Белгородской области, Брянской области. Вот, если что-то такое произойдет, то сценарий кампании Кремлевский будет просто сломан. Ну, то есть, война же интересует людей в гораздо большей степени, чем все остальное сейчас. Да, все понимают, что на самом деле их жизнь зависит от войны. И поэтому Путин может что угодно там говорить, обещать, если в этот момент российская армия разбита и отступает, вот, ну, тогда кампания просто идет на слом, и даже вот этих 35%, по которым я сказал, им как своих ушей будет не видать. И при этом может получиться мощное протестное голосование, как, знаете, вот белорусы за Тихановскую. И вот в этой ситуации, ну, то есть, вот лучше, чтобы вообще тогда выборов не было, да, вот спокойнее будет. И вполне возможно, что Путин вот пока откладывает это решение. Вот Кириенко хочет зафиксировать, чтобы он хочет, чтобы Путин это анонсировал публично, да, с тем, чтобы потом уже не отыграть назад. Вот. А вот... А сам Владимир Владимирович колеблется, получается, и не может решиться до конца, стоит ли вообще лезть. А то очень грустно станет, если вдруг ничего не получится. Узнать настоящие цифры по себе, мне кажется, не очень приятное будет для Путина экспириенс. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!